Мишань, слушай, помнишь, я тебя хотел познакомить с одной девчонкой? Помню. Я щас с ней познакомлю. Прям сейчас, что ли? Подожди, как я выгляжу, нормально? Да ты её щас напугаешь, она это убежит. Вам воды может выпить? Да успокойся ты, всё нормально. Глазки закрой. Закрою, да, щас. Не открывай, не открывай. А теперь открывай. Лай-лай-лай, Лариса. Лёв, ну, ты нормальный? Да ладно, ещё ты. Знаешь, на безрыбье рак рыба. Можно хорошо поладить. О! Что ты с ней делаешь, Лёва? Она теперь там будет всё время сидеть? Легка на подъём. Понял, о чём я? Всё я понял, Лёв. Можешь её забрать себе, как в прошлый раз. Короче, Миша, я понял, что тебе надо. Что мне надо? Тебе надо найти какую-нибудь кису. Кису, мне нужна не такая киса. Не кошку, нормальную бабу. А, ты хочешь, о чём? Я тебе помогу. У меня есть девушка. В смысле, то это? Она просто этого не знает. Ну, такое бывает. Понятно. С сегодняшнего дня начнём поиск. Что нужно делать? Тебе нужен пикап от Любы. Булки больше не жрать. Булочки? А при чём тут булочки? Эх ты, жирный. Я бы это назвал не жирный, а скорее сдобный. Как вернуть денежку? Мне не удалось ничего найти в интернете по запросу, как вернуть девушку, чтобы меня удалил. Вернусь. Что, что, зайчик? Что ты сейчас услышал? Потише. Помнишь, мамочка в ресторан ходила с коллективом? Коллектив посидел, а мамочка теперь купит себе кофточку. Надо сфотографировать, а потом не докажешь. Что ж ты... Что вы сказали? Я говорю, как сфотографировать этот момент. Короче, в пикапе дело делается быстро. Подходишь. Главное быть уверенным в себе. Понимать, что ты альфа-самец. Альфа-самец это... Это... Забей. Подходишь к ней. Садишься на лавочку или где она там сидит. И говоришь. Эй, хиска, давай телефон. Так просто? Я это сделаю, и у нас будет семья и дети. Не факт, но иногда работает. А? Обязательно говорить киска? Ты что предлагаешь? Ну, может быть, как-нибудь... Ки... Ка... 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 Миш, ты что, идиот? Фух, как-то нервительно. Главное, будь уверен. Подсаживаешься и говоришь кисуля. Телефончик дашь. Смотри, на, надень кепочку, чтобы ты как бы был нормальным парнем. Значит, кепку. Хорошо. Вот так? Миш, что ее надел как дега? Нормально ее одень. Вот так, да? Давай, давай, иди, небось. Вон она сидит. К ней, да? Да-да-да, иди. Киса, значит... Все, я пошел, да? А вы уже уходите, да? Я хотела к вам подсесть. Киса, кошка, как бы... Дай телефон. Ладно, собей. Пойду к другой. Привет, привет, киса, кошка. Если не дашь, то я не обижусь, если ты не дашь, я все пойму. Не дашь, значит, ну ладно. Мишаня, это полный аут. Даже на меня она не посмотрела. Провал, как ты понимаешь. Спокойно. Не реви, корова. Тебе надо поверить, что ты реально самец. Кричишь, я альфа-самец. Давай. Ты что, никогда не кричал, что ли, ни на кого? Может, я просто погрызу кору? Чего? Ладно, собей. Твои заори, нормально. Просто беру и кричу на весь лес, что я альфа-самец! Вот так хорошо, отлично. Еще раз, да? Я альфа-самец! Ой, ой, господи. Миш, Миш, э-э-э. Миш, давай вставай и продолжим дальше. Потому что я тебя поднимать сейчас не собираюсь. Альфа-самец. Ну, куда ты сейчас ручки свои тянешь? Кнопочки нажимают только взрослые. А вот так вот мальчик один нажал кнопочку и застрял. И умер тут же. От чего, от чего? От испуга. Так, давай, выходь. Кто первый выходит? Сначала мама, а потом ты. Так, а ножки кто вытирать будет? Водички он хочет попить. А ножки вытереть не хочет? А ты мне говорил, что ты по лужам не ходил, да? Носки хоть выжимай. А вытирать теперь мама будет, да? Что кушать, что? Иди вон бананчик скушай. И что, там только не настоящие, что ли, остались? Обалдела. Это же трындец какой-то. Сказала нормальным языком. Говорю, купи мне очки. Они такие, знаешь, хамелеоны. Ну и от солнца, чтобы читать. Нормально, да? Супер! Класс! Бабушка, вы бы воровать пришли? Нет, я покупать. А-а-а, обхохочешься. Думаешь, ничего? Моего смешно. Вот эти еще раз посмотри. Как будто там фингал, я его прячу, да? Смотри, смотри, похоже. С вами я, Евелина Хромченко. И это программа «Модный приговор вам». Да-да-да. Всем вам страшным бабам. И в этом году полный ту матч. Это запах изо рта. А мы продолжаем ходить по моде. Что делать, если тебе нравится модная кофточка, но она не приглянулась твоему ухажеру? И ты не умеешь плакать по щелчку? Покупай слезный карандаш. Вот тут мажешь, вот прям под мешочками. Ждем две минутки, пока муж отвернулся или хахаль. Когда ты чувствуешь, что слезы наворачиваются, делай гримасу. Куби, пожалуйста, мне кофточку. Вуаля! У меня явно какая-то шляпа. Возможно, это какая-то кишечная инфекция. Ну, прям бэээ. Причем самое интересное, что у всех все нормально. Ну, чуть-чуть я пригубила, конечно. Плов. Явно был плов. Ну, либо лед в бокале. Там иногда бывают очень страшные вещи. Прям туда палец засунул. Да-да, все-таки из-за пальца. Он же бармен, ему все можно. Опа. Итак, кого из вас интересует, что нынче в моде? Тебя, Дивуля. Так вот, нынче в моде натуральная красота. Так что смело отращиваем бровки, усики, подмышечки и не забываем про ножки. Когда ты превратишься в Чубаку, можешь смело кричать. Ау! Помогите! Тогда на помощь придет настоящий лесник и сделает из тебя красавицу. Или подумает, что ты медведь и пристрелит. А ты думал про своих соседей? Кто они? Чем они живут? Чем дышат? Куда смотрят? Что слышат? Слупанные конфетти. Интересно, что там? Покидаешь мне? Ну что-нибудь, спрячь. Ты куда пошел? А ты что, не видишь, что ли, что ходить здесь нельзя? Эльза, спасибо. Вот это да. В форме звездочки. Время-то уже все? Сватоньки. Ой, все, зай, без разговора. Просто не всегда понимаю, что ты говоришь. Ты что, там кидаться решил? Он сейчас спрыгнет с балкона. Эй, дурачё, заходите на мой день рождения. Та-дам! Ну, в общем, на странице пика 15 историй про моих соседей. Ну вот, теперь вы все знаете про соседей. Люблю дни рождения. Всегда приходит так много людей. Спасибо, что пришел. А друзья не смогли прийти? Супер, ну что, мы все в сборе. Угощайся. Как весело, как весело. И столько друзей. Пойти, что ли, прохожих позвать. Эй, дурачё, заходите на мой день рождения. Сейчас будет компания. Повеселимся. Умный такой, да? Хочешь уходить, уходи. Иди к другой. Я тебя не держу. Ну, раз ты меня не любишь. Ну, раз любишь меня, иди ко мне. Карабас, иди сюда. Ты что, мне свою фи показываешь? Ну что, теперь мама хорошая? Я только от любви. Пук. Кушай медленней. Обожаю тебя. Обожаю службы доставки. Они просто молниеносные. Да, простите, можно мне пиццу? Да, пепперони. Пиццу, пепперони. Обожаю ждать. Не успеешь оглянуться. Ну, надо же, как быстро. И сто лет не прошло. Сейчас, сейчас открою. Ничего, я ждала, и ты подождёшь. Я забыла ключ. Теперь бы вспомнить, куда я его положила. В комнате нет. Ну вот, и карабас-барабас умер. Фу. Кто ж так делает, а? Носки в туфли. Мой парень, помашу ему. Хотя он меня не видит. А это кто это? Вечно ведут себя, как кролики. Едят одни овощи. Фу. А это что за извращенец там за мной подсматривает? Это мое отражение. Что делаешь? Точишь нож, будешь готовить? Ты умеешь готовить? Я просто не всегда понимаю, что ты говоришь. Фу. Что значит ты на этом собаку съела? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ты же шутишь сейчас? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Вот придет серенький волчок, оторвет тебе бочок и потащит в лесок. И придется тебе вставать в садик на 4 часа раньше. И добираться на электричке с пересадками. Электрички ходят нерегулярно. И будешь ты ловить. Бомбил. Они слушают только шансон. Дарят детям игрушки из мякиша. Ой, все, зай, без разговора. Меня всегда ставят в тупик, когда на мой вопрос люди отвечают «Да, нет, наверное». И когда они понимают, что им отвечать. Поэтому, чтобы не подать вида, я всегда делаю так. В таком случае они точно понимают, что я ничего не понимаю. Недавно мой сосед рассказал мне, что нужно сделать для того, чтобы выглядеть целеустремленным и уверенным в себе. Нужно всегда ходить с термокружкой. Ну а чтобы чувствовать себя уверенно, достаточно налить туда вина или другого алкоголя. Немножко дало по шарам. Учали мне лучше не идти на работу. А вот и мой сосед. Почему-то он не поздоровался. И он был без термокружки. Неудачник. Итак, что делать, если вдруг ты собралась потанцевать, но ты вдруг обнаружила, что тебе, как обычно, нечего надеть. Вот тебе совет. Танцуй дома. Реально, танцуй дома. Просто iTunes, заходишь на iTunes, там, ну, подсоединяешься к любой колоночке. Если нет колонки, то сама виновата. Вообще я хочу что-нибудь такое оригинальное, как бы, чтобы немножко порадовать мужа. Чтоб он прям ахнул, когда меня увидел. Прям, чтобы вот с первого взгляда на всю жизнь. А-а-а, да, вот так мне нравится. Да нет, хорошо, он точно меня не узнает. Он просто ляжет спать. Я буду ему сниться. Какая милая рамка, да? Миш, Миш! Лёва? Так, быстро собирайся сейчас же. Сейчас же собирайся. Валим отсюда. Что такое запыхавшийся? Не задавай мне сейчас никаких вопросов. Лапки в ручки и вперед. П-п-подожди, а куда мы поедем? А-а, поедем, куда поедем? Поедем в жаркую страну, да, шубу не бери. А-а, а зачем мы едем? А бабу тебе искать поедем и концы в воду опускать. Бабу концы что? Миш, забей. Лёва, а почему у тебя ноги в крови? Ножки в крови? А-а, это... Это я в лужицу наступил, кровавую. На балкон подышать воздухом. Ух, целая лужа крови. Наверное, он просто поцарапался, когда бежал. Коготок сломал. Так, я чемодан твой взял, ты идёшь? Иду! Скотина. Эльзи принесли маленькую коробочку и сказали послушать. Сейчас я прогуглила и узнала, что это диск. Его нужно куда-то вставить и... послушать. Это должно быть какое-то отверстие. Да что ж ты будешь делать? Нет, не играет. Надувательство. Я лучше схожу на концерт. Обожаю выходные. Вечно с Киской сидим и она читает. Что-то, что-то, что-то. Смешная книжка. Ну, расскажи, что там смешного. Му-му. Дашь почитать? Я больше не могу валяться на кроватке. И мои предки были хищниками. Они наводили страх и ужас на всю округу. А я... Пора доказать, что я тоже хищник. Я просто воды хотел попить. Нет, я, пожалуй, полежу на постельке. Давай, давай, лопай, лопай, попай. Что мы хорошие? Откуда дети берутся? Началось. Ну, как тебе сказать? Папа, когда маме, помнишь, цветочки покупал? Есть пестики, есть тычинки. Шмель, шмель. Знаешь, обычный такой шмель. У него сзади есть жало. Папа не пестик, не жало. Нет, нет, у папы есть жало, но оно... Есть Дед Мороз. Есть айс. А что ты там хотел? Ну-ка, пойдем. Какую ты там игрушку хотел? Я очень люблю звонить в русские службы поддержки. Особенно клиентские поддержки банков. Это просто потрясающе. Они бесплатно дарят мне симфонический концерт. Пролетел час. Очень незаметно. Очень люблю вот эту партию. Алло. Да, я хотела бы заблокировать свою карту. Что, простите, мне позвонить в другой день? Хорошо, с удовольствием. Спасибо. Я тебе скажу, как давно от нее ушел муж. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять котов. Девять лет назад от нее ушел муж. Настяка, ну-ка, иди сюда. Ну-ка, не ссы здесь. Мы с Эльзой очень любим русскую кухню. Сегодня она мне приготовила настоящий русский холодец. Это нечто похожее на детское желе. Я люблю желе. Можно? Уже готова? Эльза, спасибо. Вот это да. В форме звездочки. Ну-ка, ну-ка. Хм. Там как будто мясо. Теперь мне понятно, почему дети в России так быстро взрослеют.